Здравствуйте! В эфире «Время новостей МИАС». С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня выпуски. Спасла подругу. Сегодня расскажем о 12-летней героине из МИАСа. Работа по созданию IT-куба и благоустройство территории вокруг ДДТ «Юность» на контроле главы округа. Готовы ли нынешние 11-классники делать серьезный выбор? В 16-й школе прошел день молодого избирателя. Маленькая героиня. Именно так называют теперь Сашу Панину. 12-летняя девочка спасла жизнь своей подруги. Не обошлось в этой истории и без других неравнодушных героев. В трудную минуту девочкам помогли сотрудники Старгородской стоматологии. Зашла девочка и сказала, помогите, помогите. У меня там подружка под лед провалилась. Мы говорим, где, что, как. Мы хотели уже бежать, доставать. Да нет, она вот тут стоит, она стесняется зайти. Работницы стоматологии с волнением вспоминают, как несколько дней назад две девочки прибежали к ним просить помощи. На пруду неподалеку одна из них, Даша, провалилась под лед. Замерзшую и промокшую насквозь девочку здесь переодели, напоили чаем. Потом надежда Владимировна растерла ей ноги. Ноги были бордовые, красные. Мы все, вот одели одежду. А меня сами голову на ее взяла и выросла домой. В тот солнечный и теплый день подруги решили сходить на каток, но Даша забыла коньки у бабушки. Сократить путь девочки решили через пруд. Течение возле плотины достаточно сильное и на льду были проталены. Даша подошла слишком близко, лед не выдержал и девочка провалилась в воду. Несмотря на популярность зимней тропинки через пруд, поблизости никого не оказалось. Когда только свалилась по пояс, я пыталась, я охватилась за Дину и в итоге она у меня руку вот так положила. И в итоге у меня рука была полностью в крови, но она упала и я уже утонула по шее. Поначалу по пояс, а потом уже когда пыталась выброса по шее. Я легла, говорю, Даша, давай мне руку, держись крепко. Я ее вытащила, первое ощущение было очень страшно, всех трясло. Я прекрасно знала, что меня она вытащит, потому что как бы дружим с 12 лет, она у меня лучшая подруга. Уже как 12 лет и очень сильно ей благодарна за то, что спасла. Мне вот главное, что подружка в порядке. Девочки дружат с пеленок. Мама Саши рассказывает, что Саша папина дочка, именно он научил ее правилам поведения на льду. Даже взрослый бы мог испугаться и растеряться, она как бы вот раз и собралась. Характер у нее отважный, смелая, никогда трудностей не боялась. А Дашина мама вспоминает, что в детстве и сама проваливалась под лед на этом пруду, но только по колено у берега, хотя даже от этого тогда потемнело в глазах. Теперь она называет Сашу Панину не иначе, как героиня. Там даже летом течение, и я просто начала понимать, чем это все могло закончиться. Сашу, я никогда не забуду, что ты сделал. Таких девочек, наверное, единицы. Я даже не знаю, как Даша повела у себя в этой ситуации, но ты молодец. Просто огромное тебе спасибо. Сегодня мамы девочек подали документы в МЧС на награждение. Евгения Кайгородова надеется, что Сашу заметят и оценят по достоинству ее смелый поступок. Марина Богатырева, Андрей Молодцов, ОТВ. Вместо недостроя новая зона отдыха для горожан. Рабочие приступили к сносу аварийного здания УДДТ «Юность». Работы ведутся с прошлой пятницы. Следующий этап – благоустройство территории. Объектив нашей телекамеры следит за ходом работ. Большая часть строения уже снесена. Мусор вывезен. Сейчас разбирают плиты перекрытия. Они, к слову, как и кирпичная кладка, демонтируются легко. Под открытым небом и проливными дождями бетон стал хрупким и уже не подлежал восстановлению. Обрушение комплекса было деловременем, рассказывают рабочие. Снести пристрой к юности было решено две недели назад, когда глава округа Григорий Тонких посетил Дом детского творчества. Во время обхода территории предстала нелицеприятная картина. Полуразрушенный пристрой к зданию не нес какой-либо функции. Более того, был потенциально опасным объектом для детворы. По некоторым данным, здесь планировалось организовать для юных астрономов обсерваторию, но обзор не позволял охватить небо, да и городская засветка не позволила бы проводить полноценные наблюдения. Отреставрировать сооружение и приспособить его для других нужд тоже не представлялось возможным. После проведения экспертизы выяснилось, что фундамент и несущие перекрытия находятся в аварийном состоянии. Освободившуюся территорию благоустроят. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области уже к концу этого лета здесь появится современная зона отдыха горожан. Преобразится данная территория, в том числе и то место, где была обсерватория. Там появятся и парковки, и зеленые зоны, и шлагбаум данной территории, и появится ограждение у ДК «Юность». Планируем всю эту работу по поручению губернатора закончить к 1 сентябрю, чтобы вся территория вокруг ДК «Юность» была облагорожена. Благоустройство территории вокруг ДДТ «Юность» стало возможным благодаря программе «Реальные дела», инициированной губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. На дорогах МИАСа практически ни дня без аварий. За прошедшие сутки две из них произошли по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Одна из аварий стала причиной затора на объездной дороге Тургаякского шоссе в районе поселка Строителей. Спешащие домой МИАСы объезжают место по обочине. На улице Севастопольска, районный дом Альсу-47. Водитель 83-го года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорую движение и дистанцию, совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автомобилем «Хонда» «Одиссей» под управлением водителя в 88-м году рождения. Пассажира «Лады» доставили в отделение травматологии МИАСа с подозрением на перелом шейного позвонка. Диагноз пока не подтвердился. Сейчас медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. Зачем идти на выборы? Почему паспорт дают в 14 лет, а избирательное право только в 18? Что делают депутаты? На эти и другие вопросы старшеклассникам ответил МИАСский депутат Андрей Котов. Встречу провели в рамках Дня молодого избирателя. А еще вопросы? Бывали ли случаи черного пиана со стороны ваших оппонентов? Конечно. Я не буду говорить. Сегодня у школьников была возможность узнать ответы на вопросы, связанные с выборами и работой власти. Приглашенным гостем был Андрей Котов. Он является депутатом, а также председателем общества инвалидов. Встречу организовали ко дню молодого избирателя. Вопросы, конечно, задавали умные, со смыслом. Видна была заинтересованность в глазах мальчиков и девочек. Большинство подняли руки, которые пойдут на выборы. И это уже само по себе неплохо. 8 сентября 2019 года станет единым днем голосования в России. В этот день в разных регионах будут избираться депутаты Госдумы, депутаты законодательных органов и главы 18 субъектов Российской Федерации. В том числе и нашей Челябинской области. Что думают о выборах 11-классники и собираются ли голосовать? Выборы, скорее всего, важная процедура. Вообще для государства, для города, для общества. Мне кажется, должны голосовать те, кто в этом разбирается. Они знают, что будет что-то хорошее из их выборов. Мне кажется, бывали такие случаи, когда кто-то баллотит из их депутата. Сначала ставят всем лавочки, детские городки делают, а потом просто берут это и все убирают, потому что его не выбрали. Но это важно и нужно, потому что не пробил свою мысль, а когда другое это сделают всегда. Вслед за земским доктором – земский учитель. Педагогов отправят на село и дадут миллион рублей. С 2020 года в России появится программа «Земский учитель». Она поможет ликвидировать нехватку специалистов в селах и деревнях. Идея «Земского учителя» принадлежит Владимиру Путину. Он ее озвучил в своем послании к Федеральному собранию. Сейчас в сельских школах по стране не хватает 12 тысяч учителей, в том числе и в Челябинской области. Выходят из проблемных ситуаций разными способами. Например, в селе Кассель всего 20 учителей, а учатся 107 детей. Чтобы восполнить нехватку преподавателей, один учитель ведет сразу несколько предметов. Я преподаю биологию, химию, изо и музыку. Изначально изо и музыка – это была моя специальность. Потом по необходимости пришлось подключить химию и биологию. С такой нагрузкой учителя работают несколько лет. Сделать из педагогов универсалов – единственный выход. В школе надеются, что предложение президента изменит ситуацию. Мы, как руководители, конечно же, сталкиваемся с проблемой кадровым дефицитом. Я не говорю только от имени своей школы. Речь идет вообще о школах нашего района. То есть кадровый дефицит есть. И, конечно же, нам, руководителям, это облегчает задачу решения данного вопроса. Каждому, кто согласится сменить городскую жизнь на сельскую, по программе «Земский учитель» из федерального бюджета выплатят по миллиону рублей. Сама инициатива понятна. Понятно, как она может работать. Она, в общем-то говоря, неким образом будет решать этот вопрос так же, как решается с кадрами для медицины. Будем поддерживать этот вопрос там, где точечно будет необходимо нам воспользоваться этой возможностью. Деньги можно будет потратить на покупку участка, квартиры или дома. По плану программа «Земский учитель» начнет работать в 2020 году. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны, как всегда, на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте от ВМИАС. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25-0055. Спасибо, что были с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!